Друзья, приветствуем вас на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы поговорим на тему о том, как найти свою вторую половинку. Как часто женщины не могут найти для себя ответы на, казалось бы, несерьезные вопросы? Как найти свою вторую половинку? И вообще, что такое моя половинка? Где она и когда появится? Я Рита Славич, таролог и астролог с практикой в 30 лет, хочу поделиться своим опытом и ответить на подобные вопросы. Что такое моя половинка и почему все девушки и женщины так уверены, что половинка все-таки есть? Я вас утешу, половинки есть. И это от начала создания нашей Вселенной и живой жизни в ней. Если читать не официально признанные тексты, а так называемые апокрифы, мы понимаем, что при создании разумного человека андрогина разделили по техническим причинам сотворения наполовины. Основной критерий разделения идет не по половому признаку, а по энергетике инь и ян. Кратко, ян – энергия активная, инь – энергия пассивная. Они неплохие и нехорошие – это гармоничная необходимость сотворения Вселенной. Огонь и вода, земля и воздух – сотворение изначально имеет гармонию и целостность. То есть разделение по энергии Ян – инь существует в реальности. И соединение их в половинке – реально. Вот тут и начинается проблемная часть. Все женщины уверены, что им нужен сильный мужчина, что это и есть их половинка, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Ну и так дальше. Стереотипы от умершего СССР живы до сих пор. Это главная ошибка. Рекомендую всем любительницам интерпретации сказки про Золушку меньше смотреть сериалы, задача которых рейтинг. К реальной жизни они никакого отношения не имеют. Так же, как и сказка о Золушке. Хотя там подробно расписана инструкция для получения принца. Пахать круглые сутки, чистить, мыть, стирать, разбирать мешки с чечевицей и фасолью, ходить в тряпках и выслушивать претензии. Но при этом сохранить позитивное отношение к жизни и доброту душевную. Типичный пример отработки кармических узлов. Сказки о ней вообще полны скрытой эзотерической информации. И в дальнейшем я постараюсь прочитать известные всем сказки эзотерическим и астрологическим языком. Но мечты о половинке явно иной формат. Так что же такое моя половинка? Все души в колесе сансары и воплощений отрабатывают свою карму и совместную карму с половинками. И всегда половинки, кармические связи – это отработка. Не говоря уже о том, что в зависимости от вашей личной кармы, половинка очень часто из опыта работы совсем не принц. Вы же умные леди и понимаете, что по законам кармы и природы половинки есть у сантехников, безработных, бомжей, судимых у всех. Так почему вы решили, что вы половинка олигарха? Кстати, 98% опрошающих дом уверены именно в этом. Это глобальная ошибка всех женщин. Одиноких женщин нет. У всех есть своя половинка. А дальше? Дальше свобода выбора. Или я признаю бомжа, сидельца в зоне своей половинкой и начинаю отрабатывать карму вместе с ним. Или без поиска половинок просто выйду замуж за обычного Ваню-тракториста из своего райцентра. Рожу ему деток и совместными трудами и дом построим, и деток воспитаем. Все это будет долго. И копейку нужно собирать, и экономить, и в женских желаниях отказывать. Но я буду замужем, и будет у меня семья и дети. Кроме проблемных кармических отношений в формате половинок, вернемся к теме энергии Ян и Ин. Перекосы энергии Ин и Ян в парах. Социально такие люди могут быть равны, но соединение половинок в единое целое – это совмещение энергии Ян и Ин. При этом существует огромное количество мужчин с явно проявленными иньскими пассивными энергиями. Именно этой и имеют в виду леди на женских форумах, когда пишут, что мужики перевелись. Мужчина и женщина Ин. При знакомстве иньской женщины с иньским мужчиной обычная инициатива все же женщина. Поскольку инстинкт продолжения рода ведет ее к браку и рождению деток, так сказать, через тернии к звездам. Все окружающие – мама, подруги и друзья ей показывают иные стороны избранника. Ведь внутри себя влюбленная девушка уже назвала его половинкой. После свадьбы и рождения детей у мужчины и женщины Ин начинаются бытовые трудности. Материальные проблемы. Поскольку оба партнера иньские, они не могут держать удар, не умеют быть победителями в материальной борьбе. Женщина начинает предъявлять требования к мужу, как к мужчине, надеясь на янскую энергию, которая у него еще меньше, чем у нее. Люди просто не понимают, что половой признак не есть реальное и кармически данное наполнение человека энергией определенной вибрации. Он может быть любящим и верным, готовить обеды, водить детей в садик или делать с ними уроки. В лучшем случае он принесет среднюю зарплатку и не будет иметь карьерного роста. В худшем будет бесконечно искать работу. Потихоньку отклевание жены и тещи начнет пить горькую. Дальнейшее развитие сюжета предсказуемо. Или они живут в бедности, перебиваясь, она даже может ему изменять. Так происходит до психологически-кармического кризиса в возрасте 38-45 лет. Преодолев кризис, так могут и до старости дойти. Или на кризисе мужчина встречается, притягивается к явно янской одинокой женщине и уходит к ней на кухню. Печь по утрам блинчики и отвозить белье в прачечную. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Но если одиноких женщин ян в среднем возрасте очень много, то янских мужчин разобрали давно. И у женщины практически нет шансов на новую семью взамен прежнего мужа. Вернее, они есть. Явно проявленные янские мужчины, но социально они все проблемные. Это бомжи, сидельцы, живущие на съемных квартирах и так дальше. Вы можете спросить, если они такие уж сильно янские, почему в таком состоянии? Потому что все оставили женам. Или их подставили и разорили конкуренты. Но эти ян мужики что-то делали, не сидели на тупую зарплату 20 лет. Не всем везет. И на всякий ян есть ян просто сильнее. Такого подобрать и обогреть, помочь подняться горы свернет. Дайте таким точку опоры и взрастите сами себе, создайте мужа, которого 20 лет назад хотели получить в готовом виде. Но инские женщины, от которых сбежали такие же инские мужья на кризисе возраста, очень редко рискуют. Просто сидят на сайтах знакомств и ищут состоятельных американцев и хранят нищету своей хрущевской двушки, что осталось от покойной бабушки по наследству. Хотя это вполне объяснимо. Они ищут свою готовую половинку в 40 лет. Готовую. Они заказывают бесконечные расклады на Таро, астрологические прогнозы. И расклады, и прогнозы повторяют. Да, у вас не было половинки, и она будет. Оглянитесь. На работе вахтер Ваня влюблен. Или сантехник из Жека. А вот тот грузчик, который возит тележкой овощи в лоток под вашим домом, он тоже влюблен и живет в общежитии. Но беда всех одиноких иньских женщин в том, что в них не хватает пару капель янской храбрости на создание своего мужчины, на преодоление мнения подружек, что скупили все бутики и надоли ботоксом губы. На ягуары их аккуратно объезжают, понимая, что именно под колеса крутой тачки она и хочет упасть, вся такая слабая и беззащитная. А на сигнал Жигуля на переходе реагирует ненормативной лексикой. Союз мужчины и женщины Ян. Изначально это бушующие страсти. Любовь, сметающая мнение, сопротивление родителей, советы друзей. Мужчина и женщина Ян могут в юности сбежать на съемную квартиру и вместе зарабатывать на все расходы. Они в ранней юности, будучи студентами, могут замутить свой бизнес, набрать кредитов, их отбить и денег заработать. Изначально это мощный кулак и все вместе. Проблемы начинаются, когда материю откатали. Цели достигнуты, и Янский мужчина вспоминает, что он хотел всегда слабую женщину, домохозяйку с кухней, детьми и церковью. Киндер, китчен, киндер. Он начинает понимать, что такое моя половинка. Хочет единовластия в финансах и управлении семейной фирмой. На том же самом кризисе 38-45 лет начинает валиться и двойной Янский союз, поскольку мужчине нужна реализация его мужской состоятельности и власти. Ему нужна уже иньская, слабая и нежная жена. С той же яростной страстью, как изначально было в любви и сексе, начинается война. Янская женщина не может стать домохозяйкой в принципе. Она активна и честолюбива, мужик в юбке. То, что в юности восхищала мужчину в зрелом возрасте, переходит в формат оскорблений. Ты не женщина, а гренадер. Ты меня задавила и так дальше. Такие браки разваливаются равноправно, и жена делит все до мелочей. Если она все же по Ян слабее, то в клюве внесет меньше в новую жизнь. Но так, чтобы в таком союзе женщина осталась ни с чем, априори не бывает. Она начинает развивать свою долю бизнеса или делается соучредителем иного бизнеса, вложив свою долю в акции или идет далее в карьере. Это сильные и материально независимые женщины. Они интуитивно и намного быстрее, чем иньские их ровесницы, понимают себя и свои мечты о половинке. Такие дамы согласны на иньского и покорного. Они устали от вечной борьбы страстей с бывшим мужем. Это они подбирают уставших иньских мужчин, живущих или в формате гражданских мужей, или приходящих в гости. Однако, когда появится ее половинка, она никогда не оформит официальный брак со слабым. А если и оформит, то только по контракту, где оговорены все мелочи. И завещание на ее материальное давно написано у умного нотариуса, и шансы у сожителя что-то отмутить практически равны нулю. Янская леди оставит своему избраннику на спокойную пенсию и поживет в гармонии Ян-инь. Это счастливые гармоничные отношения. Им есть о чем говорить. Они прекрасно совместимы и в сексе, и в мироощущении. Такие пары живут практически без ссор, претензий и конфликтов, поскольку андрогин сложился из двух половин Ян и Инь. А как же наш разведенный Ян, бывший муж? Тут история немного сложнее. Мужские гормоны влияют на его энергию Ян, так же как и у иньских мужчин. Если наша леди Ян, бывшая, вполне хорошо себя чувствует со слабым иньским мужчиной, то мужчина, освобожденный и небедный, в 40 лет хочет слабую женщину. Он пытался это донести до своей сильной жены, она его послала, развелась и счета поделила. Иньские женщины, которые сидят в хрущевках после развода со слабаком и мечтают именно о нем, сильном, состоятельном, красивом, почему-то таких мужиков не привлекают. У женщин нет денег на косметолога и бутики, выглядят они не очень. И в своих мечтах о половинке мужчина рисует слабую женщину среди юных моделек и актрисулек. Забывая, что если в юности нежной 16-18 лет свеженькая уже на виду, то это Янская девушка, расчетливая и корыстная. Если 20 лет назад его Янская жена с ним пахала наравне, то эти дамочки хотят таки на все готовое. И из пираньи они за пару лет вырастают вполне зрелых белых акул с челюстями в три ряда. Что имеем на выходе? Союз Янской женщины и Иньского мужчины дает гармоничную половинку. А вот слияние Янского мужчины и Иньской женщины очень проблематично. Если бы зрелые мужчины таки увидели женщину-инь, ровесницу из хрущевки, и вложили в нее пару копеек для наведения капитального ремонта фасада, то имели бы слабую и хозяйственную подругу, как бывшая Янская жена, что подобрала серенького, обогрела, утеплила и живет себе в гармонии. Но женщины по природе своей более практичны и интуитивны. Так когда же я найду свою половинку? Скорее всего, желание найти половинку притупится, и вы начнете искать себе просто пару для жизни. Есть ли половинки? Есть, но это не райский кайф или нирвана на земле. Это отработка. Половинки к вам притягиваются постоянно, но они проблемные с вашей или социальной точки зрения. Если вы спросите, как найти свою вторую половинку, мы ответим. Половинки – это ваш труд, вложение души и денег, что у мужчин, подарков от судьбы не бывает. Да и само понятие «судьба» весьма размыто. Все в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – Портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!